Дневной разворот Дневной разворот Более миллиона рублей удалось привлечь денег Сразу с денег началось Да, ну естественно, это самое важное для всех Для Иволги это вообще традиционная история То есть в процессе форума Участники представляют свои проекты Презентуют, защищают И получают всевозможные виды поддержки Начинают экспертной, как я понимаю И заканчивают финансовой И вот у нас два Две победительницы Из семи Две обладательницы грантов Надо сказать, что Кировская область в этом году В сравнении с прошлым Немножко даже улучшила результат В прошлом году было, по-моему, пять победителей И сумма была поменьше Немножечко А в этом году миллион сто пятьдесят тысяч рублей Удалось привлечь на реализацию молодежных проектов Вот сейчас, собственно, мы будем Рассказывать о том Что за проекты Каким образом будут реализовываться Ну и, естественно, наверное Хотелось бы услышать впечатления участников от поездки Ну давайте сразу победительниц представим Это Анастасия Шабардина Добрый день, Анастасия Здравствуйте Победитель молодежного форума ИВЛГ-2018 Проект ваш называется Волонтерское молодежное движение Дорогам жизнь Да Вы грант-получатель в размере 100 тысяч рублей Аналогичная сумма у вашей коллеги Татьяна Иглина Она тоже с нами Здравствуйте Добрый день, у вас очень актуальная штука для нашего города Да и вообще, наверное, для любого северного региона Снегоплавильная установка О, мы тут мечтаем Мечтаем на протяжении многих уже лет О том, чтобы не свозить Снег из областного центра куда-то не загаживать Другие территории А прямо здесь вот его плавить Утилизировать И вы, видимо, в этом направлении работаете Очень надеемся, что все получится Поговорим поподробнее И тоже представитель молодого поколения Да, в нашей студии Министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Бармин Георгий, добрый день Всем привет Добрый день Вот я прочитал Вы приняли участие в торжественной церемонии Отправки нашей делегации Международный форум Иволга Ну, как будто космонавтов запускали Подумалось мне Ну, для нас эти ребята как космонавты Да, давайте вот сейчас как раз-таки вам слово О важности, собственно, этого мероприятия поговорим В шестой раз оно состоялось И в очередной раз наши ребята Показали себя самой лучшей стороны Действительно, очень многое дает нашим регионам Ну, вы знаете Этот форум для нас является С точки зрения всероссийской форумной кампании Которая проходит по поручению президента Самым главным И по количеству участников И по территориальному расположению Поскольку мы входим в Приворский федеральный округ Ну и так получается Что на протяжении последних двух лет Наверное, самым эффективным Самым успешным С точки зрения той оценки Которой получают проекты наших ребят С точки зрения тех грантов Которые они проводят Из форума из Самары на реализацию Поэтому основные усилия Конечно, при подготовке К всероссийской форумной кампании Было направлено именно на то Чтобы мы сформировали хорошую, сильную делегацию Которая приедет, покажет себя Более 70 человек Да, 72 человека у нас входило По основным сменам И еще 9 человек принимали участие В форуме Волга-Ян-Сцы То есть это российско-китайская смена Приворский федеральный округ Дружит с провинциями Китая Китая, которая находится как раз по течению данной реки И, соответственно, это уже традиционная смена Где объединяются российские и китайские ребята Вместе разрабатывают различные проекты Различные идеи Дружат, общаются Ну, надеюсь, что как раз станут в последующем Теми людьми, кто будут налаживать На более высоком уровне мостики дружбы Между нашими странами Давайте напомним, как мы отбираем ребят и девчат Ох, отбираем их очень серьезно Практически как космонавтов Потому что... В этом году, я насколько знаю, огромный был конкурс Девять человек на место вы мне рассказывали Да, 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 практически как ведущий вуза На самые лучшие специальности С чем это связано? Мы в 2016 году, честно скажем Провели очень большую работу над ошибками Потому что результат Иволги 2016 года Ноль Да Грантов Было делом Ноль рублей Ну и Кировская область Торжественно заняла Одно из самых последних мест В чем проблема заключалась? Проблема была в том, что есть хорошие идеи Но эти идеи не всегда хорошо оформлены Не всегда сами участники понимают Что они хотят Нет проработки с нашим местным экспертным сообществом Нет готовности к проекту К тому, чтобы взять и сразу идти его реализовывать Поэтому мы провели работу над ошибками В прошлом году мы впервые организовали проектную школу Большое спасибо нашим коллегам из опорного университета Которые взяли на себя основной удар И эту школу организовывали Результат, вы уже говорили Пять грантов мы получили Денежные средства Благодаря этому Кировская область заняла В общем рейтинге регионов ПФО Чего от нас никто не ожидал Третье место По итогам 2017 года Мы поняли, что находимся на верном пути И в этом году данную работу продолжили То есть была точно так же организована проектная школа В рамках которой мы обучили ребят Не только на базе опорного университета Но и на базе других образовательных организаций Был проведен межмуниципальный форум Молодежка 43 в городе Котельнич Который несколько муниципальных образований объединил Мы сделали акцент не только на студенческую молодежь Не только на тех ребят Кто там в качестве аспирантов В качестве молодых преподавателей Работает в учреждениях высшего образования Но и на представителях наших муниципальных образований На работающей молодежи То есть это позволило как раз добиться нам Такого конкурса 642 заявки на эти 70 мест Ну и я думаю, что тот опыт, который мы получили Он очень уже заинтересовал наших коллег Из других субъектов ПФО Смотрят, учатся Перенимают какие-то ноу-хау Поэтому это все говорит о том, что мы работаем Достаточно эффективно Эта проектная школа заточена только на Иволгу Но и другие какие-то конкурсы Мероприятия здесь тоже возможны? Если мы будем смотреть даже по примеру прошлого года Один из проектов, который был заявлен на Иволгу Получил там поддержку После этого он был заявлен на конкурс президентских грантов Там получил поддержку То есть здесь мы работаем именно на то Чтобы молодежь научилась Хорошо, качественно излагать свои идеи Которых по определению очень много у молодежи Их хорошо, качественно презентовать И добиваться результата В виде конкретной поддержки На конкретные действия Поэтому наши ребята выезжают и на другие форумы И на территорию смыслов И на Тавриду И на Балтийский Артек То есть у нас в совокупности порядка 140 человек Еще раз повторюсь Половина из них это ребята, которые уехали на Иволгу Еще около 70 человек Отправятся на другие форумы В этом году В этом году Где точно так же они будут иметь возможность Претендовать на ту или иную грантовую поддержку Кроме того, в качестве одного из результатов Прошлогодней проектной школы Этой победы мы выиграли 10 грантов на всероссийском конкурсе Молодежных инициатив Который проводит Росмолодежь Привлекли там еще определенное количество денежных средств Точно так же в этом году данный конкурс будет проходить И те ребята, которые прошли обучение И на проектной школе побывали на Иволге Побывали на других форумах Точно так же они могут заявляться и претендовать Ну и мы рассчитываем на то, что Те инициативы, которые вырастут из тех проектов Которые были представлены на Иволге Либо в рамках проектной школы Прошли обсуждение и экспертную оценку Точно так же смогут заявляться На конкурс президентских грантов Пожалуйста, опыт уже имеется успешный Готовы поддерживать, готовы помогать Готовы подсказывать И точно так же на следующий год Те, кто уже в этом году побывал Получил опыт борьбы и опыт победы Будут этим опытом делиться Со следующим поколением Иволжан В рамках проектной школы Они преподавателями будут Сколько сейчас вообще, ребята, охвачено Работой в проектной школе? 642 заявки было подано только на Иволгу В общей сложности Но мы оцениваем охват проектной школы Порядка 800 человек Ага То есть это еще и серьезный задел на будущее Конечно Мы уже примерно представляем, что мы в следующем году Можем выставить уже проект на какие-то конкурсы То есть есть проекты, которые, может быть, были сыроваты Для этого года В течение года их доработают И в следующем году у них есть шанс Ну, суть работы как раз заключается в том, чтобы мы не останавливались после того, как автобус Иволги приехал и выгрузил делегацию на Кировскую землю Суть работы заключается в том, что это непрерывный цикл В этом году появилась идея Эта идея прошла шлифовку определенных экспертов Она проходит апробацию Она там вызревает В следующем году она уже получает поддержку Едет на тот или иной форум, например, на ту же самую Иволгу Получает грант Возвращается, реализуется Следующим шагом может стать заявка на президентский грант Еще на какую-то инициативу и так далее А там еще инвесторы подтянутся? Там еще инвесторы подтянутся Ну, как раз у моих соседок, гостей, как раз проекты направлены в том числе на то, что привлекать инвесторов Потому что это интересно для бизнеса И как раз все проекты были представлены на выставке инноваций Получили тоже определенную обратную связь Но я думаю, более подробнее там и Настя, и Таня об этом расскажут Да, конечно, мы уже будем задавать вопросы непосредственно Анастасии и Татьяне Победительницам, еще раз напоминаем, молодежного форума Иволга Но после небольшого перерыва Ну, тут надо сказать, что мы победителей Иволги стараемся ежегодно приглашать, да, в нашу студию Чтобы они поделились своими успехами И вот как-то я зацикливаюсь, что у нас девчонки в основном приходят Где молодые люди-то, где парни? Им это не интересно или что, Георгий? Ну, а мальчишки уже начинают заниматься реализацией Или в армию уже всех забрали? Нет, нет Они занимаются уже во всю реализацию Кто-то работает, но, безусловно, все проекты для нас важны Вне зависимости от того, кто их презентовывали Девушки, юноши, студенты, преподаватели, работающие молодежь Но мальчишки среди наших победителей тоже есть Просто сегодня так получилось Есть они, да Двое? Два человека Двое, да Ну что, Анастасия Шабародина, Татьяна Иглина, Настя, давайте с вас начнем Ваш проект, еще раз напомню, называется Волонтерское молодежное движение «Дорогам жизни» Что же это такое? Расскажите, пожалуйста Максимально понятно и доступно нашим слушателям Этот проект был проработан именно на Иволге Изначально ехала с инновационной своей разработкой Модификатор для дорожного битума Так Вот Вы понимаете, какие названия проектов были? Почему у нас самые... И это девушки Я сейчас с трудом представляю, как можно это переформатировать Молодежное движение «Дорогам жизни» Ну, сейчас вы расскажите, да В общем, в основе как раз-таки лежит разработка данного модификатора Если по-русски сказать, то это такая химическая структура Которая встраивается в битум и улучшает его свойства Вы студентка какого факультета? Институт химии и экологии Вот теперь понятно Между прочим, у нас все являются участницами Всемирного фестиваля молодежи и студентов В Сочи, который проходил Да, да, да Вот, и данная работа я делала в течение трех лет Я защитила дипломную работу на эту тему Защитила магистрскую в этом году Вот, и как раз-таки в мае этого месяца пришли результаты, на которые я и основывалась Мы разработали полный аналог модификатора, только дешевле Модификаторы, которые используются в дорожном покрытии, это не секрет никому Они стоят от 300 рублей за килограмм Это дорого, дешево? Это очень дорого Дорого И это получилось За счет чего? За счет того, что есть такая идея Смешивая различные ингредиенты, которые влияют на различные качества битума Можно сделать уникальный модификатор для природного условия России То есть не, так сказать, не этот за 300 рублей, который везде применяется А именно на уникальный заказ То есть юг Уникальный в смысле по температурным условиям Климатическим, географическим и так далее Именно заточенный вот под нашу местность Да Вот, а когда мы приехали на Иволгу Нужно было социализировать данный проект То есть привлечь студентов И пришла такая идея Создать волонтерское движение при Ивятском государственном университете Под названием Дорогам жизнь И все спрашивают, что будут эти дела студенты Битум себе класть Битум мешать они будут, да, овчанок Еще, так сказать Это волонтерское движение будет создано при малом инновационном предприятии Про разработки модификатора для дорожного битума Так, подождите, не забегайте Я хочу все-таки, да, с научной предприятиями Что себе представляет модификатор? Это жидкость, порошок, что это такое? В каком состоянии? Ну это больше к порошку Больше к порошку, да Только, ну как мелкие частицы, как крупа Гранулы Гранулы, да Крупа, гранулы, по-русски говоря Вы сказали намного дешевле Насколько дешевле? 170 рублей То есть вдвое практически Да То есть там цена будет зависеть от того, какое природные условия Вот, то есть на юге это гораздо дешевле будет То есть им морозостойкость особая не нужна У них только единственные перепады температуры, вот верхние, так сказать Готовя вот эту асфальтобетонную смесь с применением этого модификатора Мы что получаем? Они трескаются меньше, разрушаются меньше, да? Вы сами ответили на данный вопрос В этом направлении, я меньше и так далее То есть при перепаде температуры у нас дороги не расширяются, так сказать То есть туда вода не заливается в трещины, и ямы не образуются Это самое ужасное, что происходит с битумой Это вот при перепаде температуры Ну это самая главная проблема, да Вот, и то есть данный модификатор дает эластичность верхнему слою дорог Насколько вам долговечен такое покрытие? Теоретически два года, теоретически Мало Но, чтобы это опробовать, нужно это опробовать Так, и где же вы будете опробовать? Сейчас ведутся переговоры с правительством Кировской области То есть с представителями как раз-таки дорожных предприятий И возможно, я надеюсь на это, что мне дадут какой-то участок дороги, на котором я это попробую То есть сейчас я вам говорить не могу точно, я только лабораторные исследования сделала А как бы на промышленном варианте В общем, вам нужен опытный участок Некий, да, все-таки, чтобы попробовать Я представляю, Анастасия, она такая с мешком вот этого вещества Идет в правительство Слушайте, господа чиновники, у меня вот есть тут инновационная разработка Давайте попробуем В два раза дешевле А чиновники смотрят, так репучат Попробовать, не попробовать, да Где там у нас участочек есть? Сколько там у нас метров? Давайте попытаемся Хорошо Про движение, вот я там Анастасию прервал Во что это все должно вылиться? Это должно вылиться в как раз таки привлечение молодых людей к науке То есть те люди, которым интересны дорожные проблемы Возможно, им интересно, как это делается И почему у нас иногда трескается дорожное покрытие после зимы Вот, то есть все эти, так сказать, условия при покладке асфальта Это все я могу рассказать Я занимаюсь этой темой три года И мне некому это рассказать То есть я буду их учить Возможно, где-то показывать То есть у меня две точки, у меня лаборатория и производство Так, подождите, производство вы говорили при инновационном Производство это инновационное предприятие Так, малое инновационное предприятие Это при ВУЗе Которое возможно, да, создать при ВУЗе То есть у нас уже, в принципе, все для этого есть Надо только вот бам и создать Вот И то есть эти студенты, они в дальнейшем могут работать на данном предприятии То есть уже не волонтерство, а, как сказать, выгоду получать Вот, могут защитить какие-то свои проекты То есть, может быть, у них какая-то идея еще придет Они захотят еще что-то разработать для битума То есть это не запрещается Это как раз-таки привлечение молодых людей к науке Вот Меня сейчас станет спросить Чем мы вам, Анастасия, можем помочь? Потому что, видя ваши горящие глаза Я понимаю, что вы много времени этому посвятили Вот, Ань, чем мы можем помочь? Я не знаю Написать обращение, попросить чиновников Чтобы Анастасии предоставили такой участок Да, я могу только посоветоваться вот с нашими экспертами, волонтерами, добровольцами, контролерами Общественная группа контроля Да, да, да Спросить, какой участок дороги больше подходит И вот, может быть, предложить Представляешь, в качестве такой экспериментальной площадки Например, Октябрьский проспект отдать, да, Анастасии? Закатать вот это все И потом переименовать в проспект имени Анастасии Шибардиной Ну, вы знаете, то, что касается поддержки Уже в прошлом году мы эту форму пробировали, отработали Когда те проекты Георгий Барминов, напоминаю, да, поясни Те проекты, которые у нас вышли на федеральный этап Мы им организовали точечную поддержку со стороны как раз органов власти То есть мы работали и с Министерством экологии, и экономики, и другими органами Когда там те или иные вопросы намного быстрее решались там с руководителями То есть это с точки зрения и поддержки, с точки зрения, ну, скажем так, более глубокой экспертизы проработки Поэтому в этом году мы точно так же по этому пути пойдем И то, что касается там потребностей всех победителей, всех проектов, которые вышли у нас на федеральный этап Индивидуально с каждым органом власти отраслевой компетенции Мы будем отрабатывать, чем конкретно возможно помочь в реализации Ну, тут, видимо, вам прямиком нужны Министерства транспорта региональные в том числе Мы во все министерства Господин Упоршневу пойдем Да, да, абсолютно верно Поэтому мы уже начинаем сейчас конкретно по всем проектам расточковывать Кому какая помощь необходима И я думаю, что в ближайшее время там будут первые встречи происходить Настя, а вот эти 100 тысяч рублей выигранные, они на что конкретно пойдут? Ну, в общем, смета была расписана 50 на 50 То есть 50% это на закупку ингредиентов различных для как раз-таки производства модификатора 50% это для волонтеров 50% для волонтеров? Волонтеры же бесплатно работают Нет, не заработной платы, нет А в смысле того, что закупка различных футболок Закупка типографические какие-то услуги Там рамки, письма благодарственные и так далее, и тому подобное То есть социализация, она в этом и есть, что мы расписывали смету для того, чтобы привлечь людей к себе Анна, вопросы? Ну, я вообще на самом деле хотела бы посмотреть, конечно, как это выглядит Жаль, что вы пришли без образцов Ну, ладно Вот это движение, мы как-то будем видеть этих волонтеров, этих ребят Где конкретно, в чем они будут участвовать? Эти волонтеры будут еще, так сказать, отданы как раз-таки группе, которая у нас занимается проверкой дорог при общественной палате То есть планируется подписать с ними соглашение, что эти ребята будут им помогать Каким образом? Это уже мы с ними будем обговаривать То есть какая им помощь нужна, волонтерская, там, возможно, где-то что-то посмотреть, сфотографировать еще что-то А, то есть они как инспекторы будут работать, получается, да? Это хороший опыт, в принципе, для будущего То есть понятно, что мы будем привлекать студентов первого-второго курса, для них это будет хорошо То есть дальше они могут на этом основываться, возможно, и на работу куда-то устроиться Так, а дальше-то дальше с вашим-то проектом они как будут завязаны? Завязаны тем, что если этот проект все-таки выходит за пределы Кировской области То есть у нас еще есть университет, с которым как раз-таки мы дружим, это Мордовский университет Как раз-таки там я заказывала полный анализ своего модификатора, потому что у них там есть специализированная лаборатория То есть еще при том университете будет создано движение в виде десяти человек, которые будут помогать тому аспиранту, который там занимается этим вопросом Потому что нас таких немного, вот, а люди все спрашивают и спрашивают, а почему вы сами не попробуете? В общем, я чувствую, надо экспериментальную дорогу вот прям закатать от Кирова до Саранска Большое расстояние получается И все будет понятно, ну, хотя бы участок какой-то небольшой На какой период времени, Настя, рассчитана вот эта деятельность? Именно грант или вообще проект? Проект Проект, он так-то безграничен, как я люблю говорить Насколько сейчас велики шансы того, что мы действительно увидим вот это инновационное покрытие? Это все зависит сейчас от переговоров, от того, как мы будем готовы, то есть будем ли мы готовы вообще к первому заказу То есть даже если у нас все будет подписано, то надо будет еще с руководством университета поговорить Мне кажется, что где-то с как раз с октября-ноября это все начнет двигаться Потому что, как раз деньги придут в это время у нас, гранты приходят осенью Осенью, да, получаются деньги? Двигаться не в смысле вы дорогу будете делать? На зиму глядя ее не надо делать? Нет, нет, в смысле того, что подписывать эти соглашения, договариваться, говорить и говорить А, и в следующем году уже? То есть получается, да, зимой же нельзя дорогу катать, что вы В следующем году при хорошем стечении обстоятельств уже? Да, как минимум экспериментальный участок уже надо будет сделать Вы уже присматриваетесь к какому-то у вас уже? Есть представление, где бы вам хотелось опробовать? Ну, в принципе, без разницы Без разницы? Да Это важно будет в Кирове или где-то в районе области для вас это важно или нет? Я бы лучше, конечно, в районы бы закатала А почему? Ну, потому что в районах больше как по востребованности То есть, как говорится, имидж города — это дороги Ну, в основном Нет, просто в Кирове можно массу найти участков, где дорога вызывает самые плохие эмоции То есть даже если мне несколько дадут участков, я буду очень рада То есть при различных, то есть разные же участки, то есть у них разная нагрузка Например, на тротуаре одна нагрузка, а на трассе совершенно другая нагрузка Вот, и при этом мы сможем, так сказать, анализом данных покрытий и узнать качество Так, у нас 29 минут, я предлагаю сделать сейчас паузу Татьяне Иглиной мы предлагаем готовиться держать ответ Программа «Дневной разворот» продолжается В студии по-прежнему Владимир Сметанин, Анна Лапшина И наши гости Наши гости — участники молодежного форума «Иволга» И мы переходим к Татьяне Иглиной, победителю форума Обладателю гранта в 100 тысяч рублей За проект снегоплавильной установки Как она называется? Она называется? Татьяна, Мелдаун Мелдаун, да Ну это, собственно, приводится как плавить Плавление Плавление или расщепление гидра Расщепление Я так поняла, что два этих проекта в некотором смысле связаны между собой То есть проект Анастасии Шабардиной — это качество дорожного покрытия А проект Татьяны направлен на то, чтобы сохранить это качество Да, Татьяна, рассказывайте Ну, что рассказывать Изначально мы вообще не планировали выигрывать грантов, куда-то отправляться Просто так получилось Очень захотелось сделать установку снегоплавильную Потому что проблема снега очень сильно докучила нам В Кирове? Да Мы выяснили, что Татьяна у нас из Воркуты, да? Поэтому уточняющий вопрос, где? Четыре года в Кирове Уже и в Кирове наскучили мне снега Разработали установку, получилось так, что внесли туда свою инновацию То есть наша установка не поддается коррозии Она не гниет, в этом ее самое главное преимущество Что собой она представляет? Из чего она сделана, что не гниет? Ее размеры Размеры, видите, тут сложно рассуждать Смотря сколько вам нужно плавить снега Если вам нужно плавить пять кубов, это будет маленькая установка Пять кубов мы не можем представить, сколько сейчас Вот примерно, представляем мы, сколько снега у нас скапливается на дорогах зимой Для масштабов Кирова Да, для масштабов Кирова Хорошо Примерно площадь Футбольное поле Да что вы Меньше Два с половиной метра где-то в длину, ну и в ширину метр и семь, два метра Вот так вот А высотой? Она на колесах? Высотой, ну тоже около двух с половиной, трех Она может быть на колесах, может быть стационарной То есть это абсолютно зависит от условий заказчика То есть это, знаете, это как апгрейд ее То есть либо все включено, либо не все включено Это уже будет регулировать ее стоимость То есть примерно от миллиона двести до двух миллионов Когда аналоги какие-то западные или наши же российские аналоги стоят примерно 10-15-20 миллионов Есть ли какие-то... Подожди, дальше Хорошо За счет чего расплавление снега там происходит? Нагревательные элементы, видимо, какие-то стоят там Ну, секрет у нас в нашем промежуточном теплоносителе Называть я его не буду, потому что в данный момент мы проходим процедуру патентования Сначала получим патент А в чем тут секрет-то? Кроме как более теплым, не знаю, теплотой ты его не расплавишь Нет, не совсем так Реагенты какие-то? Теплоноситель особый, да Интересный, благодаря которому у нас нет коррозии В итоге-то в жидкость превращается снег, в воду? Ну, конечно Тает Конечно, да Нет, есть вариант его испарять, но это очень дорого, во-первых А во-вторых, он будет кристаллизоваться и возвращаться в виде льда Это никому не надо В виде сугробов он будет возвращаться 30-ти градусный мороз Звучит красиво, а оказывается не так хорошо Поэтому мы его будем плавить Тут два варианта Талая вода либо идет на предприятие Как техническая вода, чтобы им не закупать эту воду А сборщиковой воды, он тоже где-то здесь? Цистерна будет какая-то рядом стоять, получается, для этой жидкости Он будет все сливаться, да Либо второй вариант, это ливневки Забудьте про этот вариант В Кирове в данный момент этот вариант не очень подходит Поэтому мы это будем дарить предприятиям Помогать им экономить все те же и те же деньги Что очень тоже классно Так, ну, представили, как это выглядит Так, давайте по урок моментам пройдемся По каким? По урок моментам Сумма гранта Как, собственно, вопрос, как сейчас? Часть гранта будет реализована Небольшая часть гранта на конкурс среди студентов У нас, так как в этом году была все-таки смена более социальная, чем научная Нужно было социализировать наш проект Поэтому То есть привлечь к нему участников? Молодежь, да Вот волонтеры, видимо, да? Тут это надо еще учитывать Нет, волонтеров у нас не будет У нас будут студенты-инженеры У нас есть Кировский политехнический институт замечательный Где очень-очень много инженеров, которые не знают, чем им заниматься Они хотят идти работать по специальности Существует масса у них проблем И мы хотим показать им, что все будет классно, если они поучаствуют в нашем проекте То есть они будут придумывать дизайн нашей установки То есть я придумала установку, но я абсолютно не представляю, как она будет выглядеть Ну, фактически кузов ее Содержание есть, а формы пока еще не представляют Пока это такой абстрактный кубик Нужно, чтобы она была красивая, вкусная Не только внутри, но и снаружи И ребята будут это конструировать И дальше экспертная комиссия найдет победителя Победителей мы... будет победитель 10, мы наградим всех Но по дизайну одного человека, студента, мы ее будем собирать, соответственно То есть этим конкурсом мы хотим показать студентам, инженерам Что их профессия очень нужна, очень важна И что они в свои 18-22-24 года могут решать такие глобальные проблемы для города, как залежи снега Так, конкурс Что конкурс? Нет, ну вот конкурс студенческий, это одна часть, небольшая часть А вторая часть создание меньшего прототипа, соответственно Чтобы... Опытного образца Да, чтобы не просто, так сказать, обратиться за помощью в администрацию и сказать Помогите нам, но вы даже, ну как бы, не видите, с чем нам помогать Мы хотим принести и показать Вот, смотрите, у нас есть классная, крутая разработка Снега больше в городе не будет, проблем не будет, если вот вы нам поможете И, конечно, тогда, я думаю, ну то есть, когда будет понятно, как нам помогать И на что нам помогать, я думаю, мы получим эту поддержку А вот мне сейчас интересно, опытный образец, он будет каких размеров, вы говорите, принести и показать? Небольших Он должен просто показать то, что он работает, он плавит Показать то, что он не гниет То есть, каким образом, мы расскажем про лабораторные испытания, про все-все-все А вот размером, ну как высота крышки ноутбука, может быть, будет такой небольшой опытный образец А, ну кубик такой маленький В этой, ну если уж дальше говорить о технических тонкостях, в этой установке будет предусмотрен какой-то отсек для всевозможной грязи Потому что песко-соляная смесь, она тоже у нас в огромных количествах Обещают, что не будет ее с этой зимы, обещали, по крайней мере Давайте пока не будем так надеяться Будут установлены фильтры, обязательно фильтры, потому что если мы хотим получать техническую воду, она хотя бы должна быть технической водой, а не вот этим кошмаром Да, фильтры будут сменные, фильтры, эта штука очень дешевая Установил, заменил, установил, заменил, это все стоит копейки, то есть, это не миллионы Георгий, и вот с этой идеей вы в какие двери готовы стучаться? Ну, во все эти двери куда надо постучаться, безусловно, это и администрация города, и государственная жилищная инспекция, которая курирует работу наших управляющих компаний Вполне возможно, это будет востребовано на предприятиях, которые нуждаются в технической воде То есть, мы тут ждем уже конкретных результатов по макетированию и созданию вот этого кубика Да, вот о чем я говорила, потому что мы должны показать, что это есть И с этим кубиком уже конкретно идти предлагать, я думаю, что определенный спрос будет Слушайте, а вот с управляющими-то компаниями действительно идея хорошая, им же не нужна такая огромная вот установка, которая нужна, например, для того, чтобы плавить снег на больших дорогах А для того, чтобы во дворе прибрать, да, вполне достаточно какой-нибудь небольшой такой штучки Ну, смотрите, по нашим данным, на весь Санкт-Петербург всего пять снегоплавильных установок не колоссально огромного размера, и они справляются с городом То есть, нам хватит двух Ага, очень интересно Весной? В любое время Увидим, нет, я имею в виду, увидим А, весной, весной, увидите опытный образец Обязательно, да И, ну, конечно, в лучшем случае это будут очень классные перспективы, что уже через зиму можно будет уже видеть большую, классную, работающую снегоплавильную установку Можно увидеть чистые, красивые дороги, чистые, негниющие машины Любопытно, прям Я вот подумала сейчас Прям победителей Волги радует в очередной раз своими идеями, своим напором Что эту снегоплавильную установку, конечно, надо бы как-то оформить так, первую, по крайней мере, чтобы она выглядела ух Ну, к клубу маркетологов можно обратиться, они в известные узоры могут Нет, подожди, не надо в дымку ее раскрашивать, не надо Вот только-только, вот у меня была такая идея Я-то как раз считаю Вятская снегоплавильная установка Вятушка Вятушка нет, Вятушка бренд уже застолблен Мы договоримся Понятно, вот такие идеи, светлые, хорошие, безусловно, актуальные для нашего города На уровне властей, Георгий, сейчас хочу вас спросить Результаты Волги обсуждаются, какие-то выводы делаются На уровне министерств Конечно Приволжский федеральный округ говорит, молодцы, Кировская область В правильном направлении идете Ну, во-первых, Приволжский федеральный округ формирует рейтинг регионов То есть по предварительным данным мы опять вошли в тройку Сейчас еще уточняются там позиции по количеству мест, потому что там достаточно большое количество факторов влияет И то, что для нас самое главное, то, что те проекты, которые, например, в прошлом году получили поддержку Они реально воплощены в жизнь, они реализованы, они продолжают жить И точно так же то, о чем сейчас и Анастасия Статьяна рассказывает, другие участники Как раз это проекты направлены на то, чтобы они продолжали свою работу даже после завершения средств грант Давайте еще, может быть, мы немножечко расскажем про другие проекты Мы про два рассказали подробно, поскольку авторы у нас в студии А там ведь было еще пять, да, Георгий? Да, абсолютно верно Есть у нас как раз набор этих проектов То есть, например... Ну, проект «Жить» мы с ним, слушатели уже знакомили У нас Екатерина приходила даже в студию Да, Екатерина Федяшина Да, рассказывала о том, что это будет Это проект, направленный на, ну, скажем так, не знаю, на рассказ людям о том, что пациенты с онкологическими заболеваниями, да Это вот не совсем прям вот смертный приговор, да Вот это вот что-то такое Ну, Екатерина у нас еще является победителем всероссийского конкурса Доброволец России является руководителем нашего регионального отделения волонтеров-медиков И как раз данный проект воплотил тот опыт, который уже у ребят имеется И определяет дальнейшие задачи, которые они ставят перед собой, как студенты и медицинского университета, и как сообщество волонтеров-медиков Павел Карлов, дальше мы идем по списку Смена Лига труда, проект автоматизированной системы технического учета Мы в отряде Насколько я помню, это строй отрядов касается Да, абсолютно верно, Павел у нас является комиссаром Студенческих отрядов, уже не строй отрядов А, студенческих отрядов И данный проект направлен как раз на то, чтобы автоматизировать учет, автоматизировать работу со студентами, которые входят в состав движения, которые принимают участие в различной работе Там есть определенные нюансы, думаю, там намного понятнее и подробнее объяснил бы Павел Ну, скажем так, это автоматизированная система Мы просто решили ради справедливости их тоже, да, у нас все-таки это тоже победители, ребята Вот, молодцы, Александр Ашихмина, смена спортивная молодежь, здоровая нация, проект серии забегов в Вятские холмы Ну, здесь все понятно Нет, мы все знаем про них Марк Шихалеев, проект «Спортивный навигатор» Пару слов пояснить Пару слов этот проект, ну, мне как руководитель Министерства спорта и молодежной политики вдвойне радостен то, что и молодежь, и спорт То есть это создание, по большому счету, интерактивной карты спортивных объектов Которая будет оформлена в виде приложения Мы его интегрируем и с нашим сайтом, и с другими ресурсами То есть любой может скачать Кирова или Кировской области? Мы начинаем с Кирова, перспектива Кировской области То есть чтобы любой желающий, условно говоря, заняться легкой атлетикой Мог выбрать, где можно побегать, какие есть учреждения, какие есть беговые дорожки В каком режиме они работают, на каких условиях туда можно прийти И то есть так разбивка по всем видам спорта Как государственные, так и частные, простите То есть фитнес-клубы частные, в том числе какие-то тренажерные залы И даже включая уличные площадки, где там можно прийти позаниматься на турниках Там со свободными весами и так далее И Софья, да, еще? Да, Софья Пикулева, культурный бум, выставочный проект «Политика тела» Ой, это что такое? Вы знаете, я к своему огромному стыду скажу, что мне сложно Политика тела, какого тела, женского или мужского? Воспроизвести ту презентацию, которую Софья делала Но суть проекта заключается в том, что... Это фото? Это не фото, это работа как раз, во-первых, с нашими музеями В первую очередь с музеем имени Воснецовых И как раз предполагается использование работ и проведение перформансов С использованием волонтеров, добровольцев Которые будут, ну, каким-то образом отображать за счет инсталляции С использованием своих собственных тел Отношение к этим работам, отношение к культуре и так далее Ну, я максимально упрощенно сейчас попытался воспроизвести Потому что, я думаю, никто лучше Софьи это объяснить не сможет Да вообще, мне кажется, на такое смотреть надо Несколько секунд у нас... Чествование победителей у нас в Кирове уже состоялось Или оно как-то пройдет? Чествование, как началось на церемонии закрытия Так и не заканчивается Так и не заканчивается Мы планируем, конечно, повстречаться Организовать встречи, как я уже говорил С руководителями органов власти Местного самоуправления как раз по направлениям проектов Ну, я думаю, что логичным завершением будет встреча Уже традиционная с руководством региона С Игорем Владимировичем Васильевым Где как раз ребята презентуют то, что они наработали И то, что они сделали Там обменяют сомнениями Какие-то дальнейшие пути векторы наметим Спасибо, на этом завершено наше время Время нашей беседы с победителями форума Иволга Анастасия Шабардина, Татьяна Иглина Успехов вам в реализации задуманного Спасибо вам большое Новых идей, новых открытий И Георгий Барминов, министр спорта и молодежной политики Кировской области Тоже благодарим Спасибо вам тоже Спасибо большое Анна Лапшина не прощается Да, у меня через 20 минут особое мнение И гость сегодняшний Валерий Туруло Достаточно яркий такой спикер Я всех слушателей приглашаю к нам присоединяться Владимир Сметанин До свидания До свидания, до завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин